А витаминоз – это дефицит в организме определенных витаминов или компонентов, благо в супермаркетах никакого дефицита нет. Витамин С – в фруктах, овощах и зелени. Витамин В – в крупах, мясе и хлебе. Витамин D – это кисломолочные продукты и рыба. Словом, все вышеперечисленные продукты в магазинах всегда в абсолютном изобилии. Желтые, зеленые, оранжевые и красные цвета фруктов и овощей при лавке магазинов пестрят разнообразием витаминов. Отечественные свежие яблоки, груши, зелень и импортные аппетитные манго, авокадо, маракуйя. Все эти плоды для красоты и здоровья. В них кроется целый комплекс полезных витаминов, а значит и целебная мощь. В период весеннего авитаминоза в самом колоритном отделе супермаркета всегда многолюдно. Это натуральное, с добавками соответственно, поэтому лучше витамины натуральные. И в таблетках пью тоже витамины, полувитамины и в общем все, что было в комплексе. Так что я беру полностью зелень и фрукты и всякое, все, что можно. Я круглый год ем орехи и все, овощи, фрукты я люблю. Скажите, а с весенним авитаминозом как справляемся, как боремся, какие методы, какие способы? Здоровый образ жизни, правильное питание. Яблок побольше есть. Что еще? Капуста. Все. Любые овощи, фрукты. Без научных медицинских терминов авитаминоз – это недуг, приобретенный вследствие пережитых зимой инфекций. Витаминная недостаточность. Приятного в ней мало. Ведь это не только сонливость, повышенная раздражительность и обострение хронических заболеваний, но иногда даже внешние проявления. Бледность кожи, сухость и шелушение, ломкость ногтей, выпадение волос. В центре особого внимания остаются дети. Зачастую родители приходят и сами спрашивают, какие витамины нам можно попить, просто для того, чтобы укрепить иммунитет. Хочется сказать, что каких-то конкретно витаминов для иммунитета, для того, чтобы ребенок не болел, не существует, к сожалению. Основным витамином для детей первых лет, наверное, первых трех лет, это является витамин D, потому что он отвечает за обмен кальция, за обмен фосфора в нашем организме, что в свою очередь тоже влияет на иммунитет. Поэтому обычно достаточно только витамина D. Какие-то поливитаминные комплексы я бы не сильно рекомендовала всем подряд. Водители иногда путают, что только овощи и фрукты, они обогащены витаминами, хотя это совсем не так. Там содержится достаточно небольшое количество витаминов. Необходимо помнить, что ребенок должен употреблять молоко, мясо, рыбу в достаточных количествах, орехи, также злаковые. Помнить, что белки являются нашим строительным материалом. При слове «авитаминоз» наверняка многие махнут рукой и скажут, что это несерьезно. Однако при хронической нехватке витаминов впоследствии можно приобрести более серьезные заболевания. А потому незамысловатыми и простыми советами медиков пренебрегать не стоит. Рациональное питание, хороший сон, меньше стрессов и больше активного отдыха – залог вашего витаминного здоровья этой весной.